Туристическую карту для инвалидов-колясочников разработали в Екатеринбурге. На схеме отмечены городские достопримечательности, а также музеи и кафе. По каждому из объектов дана информация о доступности для инвалидов. Анастасия Горохова рассмотрела карту. Дмитрий решил не откладывать прогулку по доступным местам. Первым делом он отправился в театр драмы. В карте говорится, что туда колясочники смогут не только войти, но и посмотреть спектакль. Так и оказалось, дверные проемы здесь широкие, а подняться можно с помощью лифта. На туристической карте для маломобильных граждан отмечены и музеи, и театры, и спортивные комплексы. А главное расписано, доступен ли вход, возможно ли по нему передвигаться, есть ли специальные туалеты. Есть учреждения, где вход для инвалидов-колясочников возможен не с главного входа, а с запасного. И здесь действительно о своем посещении лучше предупредить заранее, чтобы этот вход к приходу был открыт. Где-то есть помещения, где возможно, к примеру, музей изобразительных искусств, где на время посещения туристами, использующими коляски, выставляются временные пандусы. Карту для колясочников создали в преддверии Чемпионата мира по футболу и Экспо-2020. С помощью путеводителя гости с ограниченными возможностями смогут узнать, как передвигаться по городу, где переночевать и пообедать. Полезна она будет и для местных жителей. Такая карта полезна во многом, потому что хотелось бы, конечно, побывать в цирке с друзьями, с девушкой также. Но ты не можешь себе этого позволить, потому что там нет доступности. Есть в городе и достопримечательности, которые можно посмотреть только снаружи. Это в путеводителе также оговорено. Например, на порог музея Митинкова невозможно заехать. Она не дает даже заехать. Не то, что заехать, она встает в такое положение. То есть, если сделать еще один подъем, то ты перевернешься. Подняться по лестнице колясочник не сможет даже с посторонней помощью. Новое здание оборудовано гораздо лучше. В торговых центрах и отелях есть все необходимое. Побывать инвалиды смогут и в спортивных комплексах. Добраться до необходимого места колясочникам не так уж и просто. Например, на северном автовокзале нет даже пандусов. Общественный транспорт также недоступен. Передвигаться по городу инвалиды могут только на такси. Причем помочь им готовы только пять служб перевозчиков. Анастасия Горохова, Юрий Чернышев. Информационная программа «Одень» Екатеринбург.